приветствую вас дорогие садоводы и огородники вы на канале в гостях у елены и в плейлисте рассада 2021 друзья вот и подошло время к концу лета началась осень и мы с вами будем сажать озимый чеснок я хочу вам показать как это делаю я каждый год показываю вам это новые мои грядочки здесь земелька очень при очень пушистая и хорошая только сейчас я сделала только перетащила сюда земельку так что мне не копать не делать ямочки конусообразными какими-то ответ этом приспособлением ничего мне просто легко будет сделать вот такие луночки вот я их уже сделала так сейчас покажу вот таким вот образом и просто туда воткну ручкой и спрячу чесночину так вот мой чеснок очень крупный если вы посмотрите вот какие крупные чесночины вот мой пальчик и чеснок вот такие у меня зубки чеснока здесь у меня сорта 4 на н дорогие друзья потому что здесь бабушкин сорт начальный у меня был затем я покупала даже больше я сбила счету но больше сортов они все разные есть более белые головки есть прямо фиолетовые если не с них слегка фиолетовые плюс я еще менялась отдавала свой и мне давали свой как говорится и я покупала еще поэтому вот такие чесночины чеснок очень крупный он у меня был на продажу и на следующий год тоже будет вот посмотрите какие чесночины вот достаточно на пальчики посмотреть мои вот такая вот огромная огромный зубок значит я просто его почистила ничем не обработала и раньше обрабатывала а сейчас ничем не обрабатываю не вижу в этом смысла чеснок у меня не болел чеснок у меня прекрасный что значит я добавляю вот в эти луночки друзья мои смотрите сюда добавляю золу вот она зола что такая зола и кто такое такая простите зола вы знаете это питание защищает от вредителей и болезней удобряет и раскисляет почву дорогие друзья дальше зола подсолнечника я вам показываю уже третий год нам не очень нравится это тоже природное удобрение самое самое лучшее вот видите здесь можно ее использовать вот читайте не буду вам читать время отнимать но это просто прелесть я вам показываю это уже не один раз поэтому вот так вот я вы остановите и посмотрите вот так дальше познакомлю вас если кто не знает а многие уже знает я не один раз показывала это горчичный жмых вот тоже самое внесение под осеннюю и весеннюю перекопку почвы под картофель помидора капусту вносит в лунку я весной вносила при посадке вам показывала при посеве корнеплодов и других культур присыпает бороздки жмыхом под деревья кустарники добавляет из расчета и так далее приствольные круга очень много есть здесь дорогие друзья это экологически чисто органическое удобрение жмых горчичный который содержит полный комплекс элементом элементов питания для растений посмотрите это прекрасное удобрение и не бойтесь добавлять везде фитосанитарный экономичный экологичный вот так вот он выглядит неважно пачечка может выглядеть по-разному у меня вот такая поэтому норма внесения у вас описывается здесь так я даже нисколечко не вымеряю я просто беру и вот так вот в бороздке присаливаю чем больше тем лучше все вот это вместе здесь у меня уже песок простите добавлен я много добавила песка вот если вы заметите он есть а так в принципе я еще все это с песком разбавить могу все вместе песок и вот эти три компонента и вот прямо подушечку сделать вот так сажать будете луковичные осенью сейчас тоже самое все дорогие друзья больше ничего не добавляю что буду делать дальше обязательно вам покажу дорогие друзья в принципе можно раскислять почву мелом доломитовой мукой это тоже можно и нужно делать обязательно почва должна быть я уже сказала по моему если не сказала повторюсь с большим количеством органики здесь у меня перегной компост то есть питательная почва значит и 12 сантиметров между зубками я буду так сажать но можно от 8 до 12 вот так я прошлом году вам говорила 8 и 12 между ряди 20-25 сантиметров вот так вот от 8 до 12 между ряди 20-25 сантиметров некоторые сажает глубоко ну это уже каждый сам выбирает но у меня достаточно ну не так уж и близко в принципе тоже глубоко от 8 до 12 я туда вот ручкой хорошенечко проталкиваю все дорогие друзья все люк луковичный любит нейтральную почву надо обязательно золой раскислять и все будет хорошо и так дорогие друзья вот таким образом беру вы видите насколько у меня здесь вот вот земля вот я только пронесла поэтому я даже вот так вот просто вот я засовываю вот видите вот у меня вот эта часть вот у меня до сих пор вот вот заходит и я там оставляю вот раз и все вот настолько так вот и примеряю и такая вот ямка и видно хвостик но сейчас я буду присыпать вот эти вот отверстия вот эти луночки междуряди как тут еще назвать их обязательно всеми вот этими компонентами и буду сажать подключусь потом и расскажу вам что я буду делать потом это очень тоже важно что дорогие друзья чеснок я уже посадила посмотрите сколько много ячеек до 2 огромные грядки так что хочу сказать ушло у меня значит два килограмма золы древесной 2 килограмма золы подсолнечника и 2 килограмма жмыха вот немножечко осталось вот на низ прям внизу чуть-чуть а эти пустые просто вот столько ушло не бойтесь побольше сделать это ничего страшного здесь нет нормы как бы ну присаливая так приличненько высчитать я не могу вам да и нет смысла просто побольше так присолить и все что жмых что одну золу что другую если у вас нет этого повторюсь вы можете раскислить доломиткой вы можете внести вообще прямо в рак линии или вы там перекапываете свою грядку можете внести на квадратный метр пол литровая банка должна быть золы конечно это много да вы скажете но проще вот так вот прям вот сюда вот это выходит поменьше хотя для того чтобы получить хороший урожай жалеть не нужно вот зола продается стоит она недорого в леруа мерлен поэтому сейчас жалеть нам это как-то нет смысла а у кого есть печки так это вообще хорошо и жмых и подсолнечная и зола подсолнечника и древесной стоит недорого так что не жалейте но зато потом будет такой чеснок как у меня крупный ну что ж дорогие друзья что сейчас я буду делать вот так вот я буду закрывать видите вот просто разграблю твити и сверху я буду закрывать соломой и перегноем если у вас есть такой компост перегной вот смотрите у меня здесь и солома перегной который пролежал да то вы тоже это сделайте это будет прекрасно для ваших луковичек у меня есть еще сейчас я вам покажу вот такая солома вот она видите вот какая она перегнила немножечко тепло будет и вкусненько друзья я никогда не убираю весной то чем я мульчирую никогда более того когда я мульчирую когда стригу газон первый газон когда я стригу вот это измельченная травка мелко мелко да если вы понимаете что газонокосилка который измельчает и естественно ящик свой собирает его я аккуратненько сверху добавляю и прекрасно тогда ваши луковички пойдут хорошо много азота они наберут столько вкусностей так козель и такое зеленое перо у вас будет огромная вот эту вот ножку именно от пера потом наливается до луковичка до любые луковицы от того что они нарастут вверх до вегетативную массу зелень хорошую от того и будет зависеть наша луковичка зубки там головки и так далее и и тому подобные подобные так что не жалейте пожалуйста это очень хорошо и потом летом я никаких подкормок не даю не даю и мульчу не убираю все только полю и все это прекрасно растет единственно что я весной обязательно покажу вам когда температура будет хорошая я имею ввиду плюсовая 15 градусов днем я проливаю очень очень хорошо почву фитоспорином фитоспорин м это очень важно мы запустим туда и бактерии и защитим и так далее кстати жмых вы можете точно также жмых вы можете посыпать весной по поверхности я раньше да забыла сказать я лето один раз за лето проливаю зольным раствором еще ну наверное в июне вот так середине когда как получается на одно вид ведро воды 10 литров один стакан и настаиваю ночь оставляю затем один литр я беру и на ведро воды то есть один ковш из этой настойки на ведро воды и просто проливаю из лейки обильно обильно прямо на квадратный метр даже две лейки а то и три вот такое питание и это будет прекрасно у них будет и азот и органика и чего только нет здесь видите а вот это какое питание самое лучшее покрытие сверху сейчас будет как весной и питание зимой сохранится оттепель и весенний будет порой бывает что солнышко выглянет и упадет в рост чеснок потом снова морозик поэтому это очень поможет и если у вас есть кролики то что вы счищаете с них друзья это такая вкуснятина сюда это прелесть куриный помет который долго лежит у вас тоже сюда пойдет во первых его сюда можно добавить перекопать ну и вы понимаете чтоб не сжечь это классно у меня здесь в компосте очень хорошо компостировался конский навоз я его просто использую везде мне очень нравится эффект его корове я не использую и любой компост домашний вот это тоже своего рода до компост посмотрите какая прелесть как будто бы я счистила у кроликов так смотрится потому что вместе с сеном соломом соломой со стриженым газоном все вместе я компостировала и сейчас я буду закрывать это все соломой и вот этой штукой сначала сейчас все разграблю ничего не поливаю потому что в среду передают дожди земелька не такая уж и ну не сухая такая влажненькая и дождик все это прольет я успеваю друзья сегодня 11 октября а так обычная 8 до 10 но когда как просто задержалась грядками да вы сами понимаете что я их сюда перенесла вы в курсе это знаете на блоговом канале вы видите поэтому я успела успела до морозов и это так классно и еще вот сейчас теплые дни будут будет дождь и у меня прекрасно укоренится чеснок ведь ему главное пустить на донышке чуть-чуть корешочка все больше ему ничего не нужно а весенняя пора пробудит и все будет хорошо дорогие друзья если что вам не ясно пожалуйста пишите я вам с удовольствием отвечу на вопросы на этом хочу с вами попрощаться пожелать вам всего самого доброго самого хорошего удачи мира любви добра здоровья это самое важное дорогие друзья и удачной посадки чеснока но если вы уже посадили я очень за вас рада до новых встреч пока пока